Сейчас вы увидите очень интересное видео о кормах для кошек и собак, но не простых кормах, а каких сейчас поймете. Многие люди сталкиваются с болезнями кошек и собак, мучаются, ходят по врачам, а виной тому в 99% случаев промышленные синтетические корма. Ведь мы то, что мы едим, и это касается всего живого. А из чего делаются эти мертвые химические промышленные корма разных фирм-производителей, вот этой самой индустрии, к сожалению, не всем людям понятно. И что туда добавляют для привыкания, для зависимости от них, не всем известно. А кладут туда, помимо всякой химии, от ароматизаторов до консервантов, много чего интересного. Ну а реклама у них по телевидению, да, красивая и привлекательная, и люди верят. А потом удивляются, почему их животные болеют. Так вот, если вы любите своих питомцев, обязательно посмотрите вот это мое видео, полностью, а не начало только. А в конце текстом письма от людей про результаты извлечения от тех или иных болезней на наших кормах. Не забывайте то, что говорил Гиппократ, что пища должна быть лекарством, а лекарство пищей. Но не пища заменители, не продукта заменители, как сейчас, в наше время. Итак, вы увидите интервью, в которых люди рассказывали, что стало происходить с их питомцами, когда они их перевели на наши корма. Наши корма действительно уникальны и лечебны. А вот в чем причина, почему они таковы, я расскажу вам после двух из семи интервью совсем скоро. Наперед скажу лишь, что купить эти наши корма вы можете только на нашем сайте надгард.ру. Вот на этом. Если вы хотите купить только одну-две пачки и более ничего, а у нас всего более 500 товаров и продуктов на нашем сайте, и правила таковы, что можно купить любого товара в любом количестве, но на общую сумму только от 10 тысяч рублей в одном заказе. Так вот, если вы хотите купить на сумму менее 10 тысяч рублей, то есть на любую сумму, ну хоть даже одну пачку и более ничего, то сделать это вы можете на нашем другом сайте надгард.су, то есть Совет Юнион, вот на этом. Если вы с Украины, пожалуйста, вот вам лавка Фролова в Киеве, по всей Украине доставка. Если вы из других стран, хоть из США или Австралии, Канады и Германии, или Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, покупайте на нашем главном сайте надгард.ру, и мы отправим ваш заказ в любую страну мира. Все ссылки, в том числе на наш сайт, на раздел доставка и оплата, вы увидите под этим видео по ссылкам. К сожалению, качество аудиоинтервью будут не все очень хороши, так как интервью брались в разные годы на выставках, а там был шум, и не всегда со мной был микрофон высокого качества. Но мы постарались почистить звук, насколько смогли. Интервью эти очень показательны, а не таких же простых людей, как и вы, которые приходили и делились своими результатами со мной и с моими зрителями. И пока шла работа с этим видео, с монтажом, пришел еще один новый отзыв. А писем подобных было великое множество. Артур Коренных два месяца назад заказали корм для нашей кошечки. Когда он только приехал, она сразу почувствовала, что это для нее и долго обнюхивала и грызла упаковку. Хотя упаковка полностью герметична. Несмотря на то, что она у нас очень избирательна к еде, а до этого кошка только сырую курицу, грудинку и грудинку индейки немного, и немного бездрожжевого корма для котят ела, и пьет с детства только дистиллированную воду, кушать сыроедный корм Фролова Юрия Андреевича стало за обе щеки. Результат был виден уже спустя пару недель. Кошка у нас длинношерстная, и раньше ее невозможно было гладить. Шерсть так и лезла. Приходилось пылесосить ковры через день. Сейчас же шерсть не лезет совсем. Пылесосить стали раз в неделю. Вычесывать перестали совсем. Гладить можно сколько угодно долго, пока сама позволяет, конечно же. Аппетит у кошки тоже снизился, при этом она очень активная, игривая. Ест уже два месяца, только этот корм не кричит, кушать не просит. Но также стала кушать руколу и шпинат, раньше не ела. Кстати, это очень важный показатель. Очищение организма и восстановление природных, настоящих, исконных инстинктов кошки. Пищевых инстинктов, когда в природе они, безусловно, едят разные травы. Но химический комбикорм отбивает у животных это желание, эту естественную от природы потребность. Поскольку наш корм очищает организм, восстанавливаются природные инстинкты и программы. Продолжаю. В общем, продукт действительно прекрасный. Убедились сами. Огромная благодарность Юрию Андреевичу и производителям. Да, дорогие друзья, производитель это и есть я этих кормов. Сертификат лежит под товаром. Корма эти проектировались, делались долгие годы, но об этом чуть далее. Единственная справедливости ради хочу сказать, что бывает и такое, это за несколько лет было раз 5 или 6, что некоторые кошки и собаки не едят или едят сначала, потом перестают есть наш корм или едят, но плохо. Но это, как правило, связано с зависимостью от какого-то конкретного корма, содержащего специальные добавки для возникновения этих зависимостей. А эти добавки содержатся практически в любых промышленных кормах, но в некоторых особые и в больших количествах. Тогда в этом случае постепенно переучивайте, пусть чуть поголодают, убирайте эти химические корма и добавляйте наши. Постепенно природа возьмет свое. Ну что ж, а теперь приятного просмотра. Долгое время лечили его, ну так, собака возрастная уже, долго его лечили гомеопатией всякой разной, там, печень у него была. Плохие показатели и по крови, и по всяким УЗИ там. Потом я перевела его на корм Юрия Андреевича. И через, спустя полгода на его корме я сдала потом ему анализы. И врач потом посмотрел и очень сильно удивлялся, как мы хорошо подлечили собаку. Но после лечения, еще прошло года два, наверное, ничего не улучшалось у собаки, то есть была стабильная ситуация, но улучшений не было. После корма через полгода очень сильные изменения произошли, в лучшую сторону. Показатели изменились, что врач сказала, вы знаете, такое ощущение, что собака не 11 лет, а как будто ей годы 2-3 всего. И сейчас он уже год на его корме, ест очень хорошо, причем раньше всякие разные карманы, которые там были, покупались, он их очень плохо ел. А сейчас удовольствие он их ест, я им еще добавлю, ну, он еще иногда ест фрукты и овощи. Никто, по-моему, даже по внешним данным не может сказать, что это собаке 11 лет. Он очень активный, бодрый, бегает, прыгает. Благодарю Юрию Андреевич за прекрасный собачий корм и кошачий тоже, и за чудесный шоколад. Очень все вкусно, полезно, собака счастлива, довольна. Я счастлива и довольна, что он счастлив и доволен. И главное, он здоров. Добрый день, мы разговаривали с вами как раз о приборах, о разных вещах, а потом вы сказали, ну что, нам по фокусу, а у вас? Есть животное, да, есть животное, и животное ему вот 2 года, и в принципе он на этом корме, скажем, практически всю свою жизнь, но может быть, ну, получается 2-3 месяца, пока мы его забирали, он, естественно, питался другим кормом. А когда мы его забрали, от него, ну, пахло, как от обычного зверька, да, то есть неприятное, не очень, пахло, когда он ходил в туалет, пахло, как бы, шкурка, ну, то есть он все, он был пропитан, у него даже изо рта пахло невкусно, хотя он был очень маленький. Ну, как и у людей, которые едят всякую гадость. Да, да, Юрий Андреевич, по-моему, с вами согласна. Получается, что, ну, где-то через 2 недели все это начало проходить, естественно, то есть он маленький, он ничем не болеет, но сейчас это полноценный развитый кот. Абсолютно сказать, что он не ест мясо невозможно, у него очень, он очень активный. Конечно, порода сказывается, он сиамский у нас, но все равно он просто суперактивный, и самое главное, что у него зубы идеально белые, у него нету ни запаха изо рта, туалет, он ходит отлично, то есть тоже никаких... Только на нашем корме, да? Только на вашем корме. Иногда было время, мы просто веганский покупали корм, но он сам выбирает, то есть у него 2 мисочки, и он выбирает всегда ваш корм, то есть он от любого корма, ну, уже отказывается. Так что корм просто супер. Вы мелким или крупным? Мелким, мелким. Почему-то вот пошел ему мелкий, и крупный ему как-то не особо. Он мелкий, хорошо грызет. А там больше жиров и калорий, поэтому крупный он для более пожилых и проблемных. А он у нас еще маленький, и мы еще надеемся, что благодаря вашему корму он будет у нас долгожителем. Будет жить до 25 лет менее. Ну, надеемся, и даже не надеемся, мы в этом уверены. Да, Юрий Андреевич, спасибо огромное за ваш корм. Ну, и не только за корм, за все, что вы делаете, да, ну... Вся продукция именно посвящена... Однозначно. Мы все попробовали, мы все знаем, и очень вам благодарна, что вы есть. За ваши лекции тоже. Благодарю. Спасибо вам, Юрий Андреевич. Здоровья вам, мои питомцы. Да, спасибо, Юрий Андреевич. Всего доброго. Дорогие друзья, чем же наш корм уникален? А вот послушайте, чем. Дорогие товарищи, я просто зачитаю вам коротко ту нашу рекламу, которую мы публикуем, ну, как правило, в журнале Vegetarian. Перед вами не просто веганский, а первый в мире, в мире сыроедный веганский корм. Первый и единственный. Сыроедный, как это и должно быть, как это и есть в природе, по-другому животные в природе, ничего и никак не едят. Жарка и варка разрушают многие нутриенты, поэтому производители кормов добавляют синтетические вещества для обогащения своих кормов, откуда и берутся болезни у ваших питомцев. А также от денатурации белков и ферментов. У нас применимы дорогие технологии, включающие вакуумную СО2 экстракцию без окисления компонентов. Все компоненты у нас натуральные, живые, потому наш корм не только полноценный и достаточный для кормления только им и всю жизнь своих питомцев, но еще и лечебный, чему свидетельствуют десятки и сотни писем и видеоотзывов. Наш корм полностью сбалансирован по всем необходимым для жизни и здоровья кошек и собак питательным элементам. Его КПД усвоение самый высокий из возможных. В нем нет красителей, улучшителей, сахара, антибиотиков, гормонов, животных компонентов, ГМО, химии. Все компоненты экологически чистые, органические. Состав уникален и он опубликован на нашем сайте nadgar.ru под соответствующими кормами. Обязательно посмотрите видео на нашем сайте, которые даны под кормами и которые под этим видео я также дам. Там есть множество историй из лечения от самых разных заболеваний от наших кормов. В наших кормах есть все. Таурин, L-карнитин, B12 и все омега-3, хондроитин, арахидоновая кислота. И что бы вы ни назвали, в наших кормах есть абсолютно все необходимое. Естественно, своих кошек я кормлю только нашими кормами. На скорую руку снял, посмотрите, чем я кормлю своих кошек. А вот посмотрите, какие у меня хорошие кысыньки. Это чуча, чученька, да. А это крепыш. Посмотрите, как он лощеный, огромный. А ему всего, кстати, 9 месяцев. Это, естественно, манькуны оба, но вот это особый папа у него 12 килограмм весил. Но он сейчас уже 8, может быть, больше будет. Лапище, вон, посмотрите. У меня метр восемьдесят рост. Такие руки не маленькие, но огромные. Какой? Он хочет кусаться, а нельзя кусаться. Морда. Вот. Ну, естественно, вот кормим нашими комбикормами. То есть, соответственно, вот три вида я использую. И мелкий, и крупный. И для стерилизованных кошек просто там немножко другой состав. Ну, как бы немножко подкармливаем и им. Вот. Ну, и вот я говорю, можете посмотреть, какие зверюги. Морда. Морда. Ну, а теперь прослушайте оставшееся интервью и в конце текст. Здравствуйте. Ну, вот подошли, сейчас все рассказали историю, которую вы, кстати, нам писали куда-то в YouTube, да, под ролик, по-моему. Да, 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 жена писала, да, в этих сообщениях. Про вашего кота. Ну, расскажите, что это за история. Кот. А у вас есть третий всего, да? Да, да, три котика. Один бенгал, один ориентал, который Моня. Ага. Вот. И еще есть шотландец. Ага. Мех-мех. Это его так Моня назвал. Когда принесли у маленького, спрашиваю у Мони, Моня, как это назвать. Он сразу Мех-мех. Ну, так и назвали Мех-мех. Понятно. И что случилось? В какой-то определенный момент времени начал очень интенсивно себя вылизывать. Прям вылизывал полностью себя вот со всех двух сторон. И так, и так вот. Естественно, все вылизал, все полусел. До кожи? До кожи, да. Кожа была лысая, прям как у сфинкса. Как у сфинкса. Кормили этим, хилсом. Наш популярный хилс. Все доступные везде. Он располнил. И на животе, под кожей образовались какие-то прям... Мы сначала подумали, что опухоль какая-то. Какие-то жировые, может быть, какие-то вот уплотнения прям какие-то. Потом корм этот перестали. Попробовали, взяли ваш корм. Начали кормить этим кормом. Ест он его нормально ест. Потом решили попробовать йодси. Взяли йодси и кормили йодси. И посидим кормим этим йодси. Все, кот похудел, шерсть выросла. Ушли эти все жировые комки. Все, кот энергичный, довольный, здоровый. Спирулину ест. Вот, прям вот горсть насыпаю ему. И спирулину дают, да? И спирулину дают, да. То есть фокус, спирулина наши, вот это йодси, фокус йодси и корм наш для кошек. Да, и корм. Корм какой, мелкий или крупный гранул? Мы берем и мелкий, и крупный. Я его смешиваю в два. И сколько ушло время, что он полностью поправился? От начала? Пару месяцев. Пару-тройку месяцев. Ну, отлично. Сейчас все в порядке, да? Шикарно, замечательно. Замечательно. Ну, очень рад. Пожалуйста, муж все сказал. Да, я рад. Здоровья вам и котику. Благодарю. Всего хорошего. Добрый день. Ну, вот вы сейчас интересную историю такую рассказали. Ну, и вот расскажите, пожалуйста, для наших зрителей, чтобы люди понимали, что бывает такое, что это не сказки. Да, действительно, не сказки. У меня кот, он шотландец, ну, то есть специфический довольно-таки, не дворовый кот. И у него начались проблемы с шерстью. Ну, то есть он начал прямо выпадать, прямо так вот конкретно. Не одна-две пушинки, а нормально. И, ну, кормила разными кормами, все, естественно, популярные, там, не буду называть, премиальные корма. То есть пакетики мокрого по 80 рублей за пакетик, естественно, там, в котором 80 грамм. То есть, ну, и действительно. И, ну, я очень скептически, конечно, относилась, потому что, ну, как кошка без мяса, ну, как-то вообще такое может быть. Ну, имеете в виду скептически, когда наш корм веганские сыроедные братья? Да, 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 потому что, ну, я не могла поверить, что, ну, во-первых, что он есть его будет, потому что, ну, как кот без мяса. Ну, хотя он у меня ест, там, и водоросли какие-нибудь сушеные. И вот я купила месяц назад, спустя две недели, ну, то есть, ну, да, у него как бы лезет, так чуть-чуть, там, две-три пушиночки вылезает, все. То есть, ну, кот на глазах, у него шерсть начала лоснится, он перестал действительно выпадать. Вот прям, ну, для меня удивительный. Поэтому вот я пришла еще за кормом, и спасибо большое за вашу. Здорово. Скажите, а какой вы брали, обычный или крупный гранул? Обычный брала, не крупный, просто обычный. Ему очень нравится, он ест прекрасно просто ест, с учетом того, что раньше он сухой не очень сильно ел, он больше вот мокрый предпочитал, там, в пакетиках, а сейчас этот ест, ну, прям, мокрый вообще никакой уже практически не трогает. Я ему чуть-чуть, конечно, кладу, ну, как баловство, но вот сейчас собираюсь купить, вот, вы посоветовали, там, мы спирулину вот этот, чтобы он, ему нравится, просто мокренькое что-нибудь такое, сочное. Дополнительный спирулину можно, а вообще у нас есть еще крупный корм, он как бы для проблемных кошек, но дело не в том, что проблемный, а там более такой сильный по витаминам и так далее состав, так что можно попробовать и его, он... Тогда да, я сейчас возьму и такой, и такой, и просто буду, допустим, по чуть-чуть и того, и того давать. Все, спасибо большое. Всего хорошего, рады очень, всего хорошего. Мы рассказали историю, просто повторить, если не сложно. Была такая ситуация, что вообще кормила вашим кормом очень долго, потом перевела на традиционный промышленный корм, ну, мне нужно было, там, ради эксперимента, можно так считать. На полтора месяца его ела, но это холистик, после этого начала сильно чесаться очень. Начала, так. И, в принципе, ну, я неделю ходила по ветеринарам, они не рекомендовали его убирать, я сама его убрала, и после этого она прям драматически перестала чесаться очень быстро. Естественно, я заменила обратно на ваш корм. Вот, и, в принципе, сейчас я им кормлю, и она не чешется. Я пробовала добавлять натуральное мясо, которое, в принципе, в магазинах, в обычных я покупала, и оно там тоже с какими-то веществами, и она сразу реагирует. Она начинает чесаться, да, к сожалению, пока так. А когда вы убрали мясо, только оставили наш корм, она перестала? Да, естественно. То есть сейчас она только на нем. А сколько уже вы кормите нашим вот этим кормом? Я кормила 7 месяцев примерно сначала, до того, как промышленная попробовала, и после того, как вот она на нем так среагировала, уже где-то прошло месяца 2,5. И только на нем уже опять? Ну, я пытаюсь мясо ей давать периодически, потому что она кормящая кошка. Но когда прокормится, то я планирую вернуться на ваш полностью, как и была она. Ну, я советую, да, все-таки это полноценный корм абсолютно сказочный. Единственное, я бы советовал раздавать таблетки наши спирулины. Да-да, кошки очень хорошо едят. И какие-то отдельные овощи, а лучше проростки. То есть проращивать, например, гречку. Проростки даем, течевицу, да. Да, можно, да. И все. И не надо никакое мясо. Вот я говорю, у нас есть люди, которые вот сегодня тоже интервью было, два года, ну, с рождения, то есть перевела только на наших кошек. Обменные, то есть все клетки организма уже не по одному разу обменялись, то есть, понимаете? Ну, благодарю вас за интервью и здоровью, кошки. Да, все. Спасибо. Добрый день. У меня к вам просьба. Вот вы сейчас тоже берете корма для кошек. Уже, наверное, второй раз, да? Добрый день. Да, второй раз. Могли бы рассказать, какая реакция, почему, ну, то есть, что у вас как было по истории? Конечно. Вот зная, что у ярмарка пауза будет, да, между ярмарками, мы сейчас берем два пакета больших, потому что Володя мой муж взял маленький, и я удивилась, с какой жадностью и удовольствием она его ест. Думаю, ну, надо же, я понимала, что у Фролова всегда уникальные вещи и товары, а мы как раз незадолго до этого водили кошку к ветеринару, потому что, кормя семь лет кормом, у нее стали гноиться глаза и стала вырывать, и я не могла понять, почему вырывает, потому что она линейка такая широкая, и мы и такой, и сикой, она у нас и стерилизованная, и не стерилизованная, и все равно у нее вот это вот... Очень просто, потому что со временем, вот маленький, если есть где-то просчет, и есть хоть малейший дефицит каких-то минералов, витаминов, это потом вылезает на протяжении многих месяцев или лет, в зависимости от более качественной или менее качественной корм, но обязательно проявится в виде потери зрения к старости, онкологии, язвы, и это всегда у всех происходит. И я интуитивно понимала, что моя кошка загибается, и мы заморочились, много денег отдали, и все анализы, она у нас британская, любимая, и, конечно, мы ей не могли позволить видеть, как у нее сложно. Унирают животные, конечно. Ну все, анализы сдали, вроде все в норме, ну более-менее. Понятно, лишний вес, тратата, врач говорит сменить срочно корм, есть та же духи, но для похудения. Ну хорошо, и, короче говоря, Володя приносит еще и вот этот корм, и сколько вот нам хватило этой пачки. Ну на две недели я растянула, ну действительно разница колоссальная, потому что глаза не гноятся, не слизятся, она все такая же, в общем, подвижная, и я вижу, что с пищеварением у нее все в порядке. Конечно, кошка у вас просто впервые за долгие вот эти месяцы жизни получила те минералы, в первую очередь микроэлементы, которые она раньше просто не получала. Вот интересную историю вы сейчас рассказали, брали продукты и про кота. Что за кот, то есть знакомых ваш и что с ним было? Мой кот, наш кот, да, домашний, ну как-то плохо себя чувствует и ходит в туалет, вот вместе с кровью у него кал, вот, и запах очень сильный такой вот, интенсивный. Вот, ну я же говорю, вчера взял вот это маточное молочко и вот этот корм крупный, вот. Наш корм? Да, 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 ваш корм. Мы им и кормили, было все нормально. Потом он закончился, ну вот пока период был, вот, чем-то же надо их кормить. Взяли обычный какой-то корм, ну, нашли там какое-то получше, там, ну, без зерновой, там что, без глютена. И вот, машется запах и с кровью кал, вот. Вчера взял вот эту четвертинку этого маточного молочка, вот этого, дали коту, и корм вот этот крупный, который вот. И все, сегодня утром уже все, и запаха нет, и кал чистый, и без крови. То есть за один день вот такие изменения? Ну да, вот, за ночь, так сказать. Очень рад, благодарю за такой отзыв, очень от людей много приходит подобных, и вот мы сейчас собираем, будет видео потом. Продолжайте в том же духе. Добрый день, вы у нас вот купили корм для кошек, да? Кошек. Вот, а у нас мы только их начали производить, но вы уже попробовали когда? Вчера первый раз? Или на прошлой ярмарке? Вчера, на прошлой ярмарке, на векмарке. Заскажите, пожалуйста. Мимо проходили, смотрим, у вас появился вот этот корм для кошек новый. А у нас как раз старый кончился, мы брали тоже веганский производительный, но у кошки очень плохо, она его ела, плохо воспринимала, не очень он ей шел. И даже у ветеринара стал вопрос корм поменять, мы не знали, что делать. Тут просто приходим, бац, у Юрия Андреевича новый кошачий корм. Берем, приходим домой, насыпаем кошке, у нее просто сносит грышу. Она начинает мурчать, начинает мяукать со словами вот так, чтобы просто грызть. Она съела полную миску, потребовала следующую, съела половину следующей. И получается, мы взяли маленький пакет, она его умела за три дня полностью. И нам совершенно потребовался большой теперь пакет, потому что она на него просто напала невероятно. И он ими усваивается действительно хорошо. Ее не возникает проблем, не возникает отторжения. И самочувствие у нее повышается, энергетика тоже повышается. То есть у кошки прям, ну, изменения очень положительные. Так что спасибо, Юрий Андреевич, корм очень крутой. Да, благодарю. Мы действительно очень гордимся этим кормом, потому что реально мы вот 15 фирм английский, итальянский перебрали, разобрали домолекул, изучили состав. Мы сделали его гораздо лучше. Этим кормом только может жить и кошка, и собака. Ну, там свои корма для кошек, и собак. И вот все клиенты, кто у нас приходил, а мы его только вот как месяц начали, ну, две недели, в смысле, презентовали на прошлой ярмарке, а все, кто уже и дает отзывы, вот как вы, то есть без исключения на 100%, то есть люди просто в шоке, как и их животные. Потому что они впервые, может быть, за вот долгие месяцы или годы их жизни начали получать весь баланс микроэлементов, жирных кислот, витаминов, натуральный, причем и главное, он же еще и сыроедный, вот, а у всех корма-то они все равно жареные. Да, да. И в этом-то и суть в том числе. Ну что ж, здоровья вашим, значит, животам, кошке, и советуйте ваш корм другим. Благодарю вас. Хотя ролик получается длинным, я все же зачитаю вам еще одно свежее письмо, новый комментарий. Наталья Ж. Город Новосибирск. Доброго дня. Уже писали благодарственный отзыв на корма для кошек. Сегодня про новые наблюдения. У нас два животных. Кот 18 лет и кошка 15 лет. Оба больше года на корме от надгар, то есть на нашем корме. У кошек обычные лотки без наполнителя, просто лоток и в нем сетка. Раньше мы раз в три месяца чистили лотки от налета мочевого камня с помощью кипятка и лимонной кислоты, то есть растворяли. Налет был сероватым, темно-желтым, плотным, механически не очищался. Кстати, дорогие товарищи, возможно, это наблюдение большого количества владельцев кошек. Будьте внимательны. Это заметно для тех хозяев, у кого в лотке нет наполнителя. Ясно, что такой же налет от мочи оставался у кошек с мочевым и почках. Я зачитываю, как написано. На днях осознали, что не чистили так лоток больше полугода, а может и дольше. И лотки, внимание, чистые, светлые, чуточку в уголках шероховатости есть, светлого цвета, без всякой серости и далеко от прежнего обилия. Нам стало понятно, что и почки у наших кошек больше не засорены тем, что седало на лотке. Нам радостно, делимся наблюдениями и благодарим Надгард и Юрия Андреевича. И вдобавок прошлогодняя история. Коту было 17 лет, думали помрет. Перестал есть больше, чем на месяц. Исхудал до костей. Потом одумался, начал кушать. Но вся еда выходила обратно. Тогда убедили родителей кормить и их кота кормом от Надгард. Весь съеденный корм от Надгард усваивался. Отрыжки стали довольно редким явлением. И чаще слюна с шерстью. Кот снова ожил. Он уже медленный, высоко не прыгает, старенький. Но очевидно, с пищеварением у него все отлично. И никаких признаков болезненных ног. Сейчас коту 19-й год. Вот так-то, дорогие друзья. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.